Российский кабинет министров определился с перечнем ограничений для турецкого бизнеса. Постановление, которое размещено на сайте правительства, принято во исполнение указа президента. С 1 января 2016 года компаниям, которые находятся под юрисдикцией Турции или под контролем граждан этой страны, запрещено в частности заниматься в России строительством, работать в сфере инженерно-технического проектирования, а также оказывать услуги для государственных и муниципальных нужд. В документе отмечается ограничения, не касаются контрактов, заключенных до вступления постановления правительства в силу. Принятое решение прокомментировали в Министерстве экономического развития России. Там заявили, сделано все, чтобы уменьшить отрицательный эффект для российских компаний. Что касается турецкой экономики, по предварительной оценке ущерб может превысить 10 миллиардов долларов. Какие именно отрасли имеются в виду? Конечно, в первую очередь туризм, это туристическая деятельность, гостиничная деятельность, это строительство, в том числе и архитектурные услуги. И вот как раз эти позиции включают примерно 95% объема услуг. Мы прогнозируем, что в этом году это будет порядка 12 миллиардов долларов со стороны Турецкой Республики. И еще новости на эту тему. Владимир Путин по предложению Кабинета министров принял решение выйти из договора с Турцией о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Сегодня же Ростуризм исключил из федерального реестра компаний, связанной с турецким бизнесом. Под запрет попали 19 юридических лиц. В соответствии с законодательством они не смогут вести туристическую деятельность на территории России. Официальный представитель Ростуризма особо подчеркнула, компании, исключенные из реестра, обязаны выполнить все договоры. Туристы, которые уже приобрели путевки, могут не беспокоиться. Заговора, которые были заключены до сегодняшнего дня, этими туроператорами, в том числе по оказанию услуг в сфере туризма, эти заговора должны обязательно быть выполнены. Туристам должны быть оказаны все эти услуги, которые они оплатили, еще до момента вступления в силу этого постановления, по сегодняшнего дня включительно. Туроператор не освобождается от обязательств отношения этих туристов, они обязаны это выполнить. Независимо от того, когда наступает срок оказания этих услуг.